В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Долгожданное событие. В городе открылся новый корпус больницы имени Семашко. Новая структура. Сегодня подвели первые итоги работы войск Насгвардии. И до Нового года осталось 16 дней. Наш корреспондент выяснил, где раздают подарки и что нужно сделать для того, чтобы вас показали в новогоднюю ночь на главном экране города. Новый современный корпус более чем на 160 мест открылся сегодня в клинической больнице имени Семашко. Особенностью поликлиники является то, что здесь работает электронная регистратура. Благодаря ей пациент из любого района области может через своего лечащего врача записаться на консультацию к специалисту в удобное для него время. Долгожданное событие посетила и наша съемочная группа. Новое здание и оборудование по последнему слову техники. Сегодня состоялось торжественное открытие пятого корпуса клинической больницы имени Семашко. Он был построен в кратчайшие сроки, всего за 7 месяцев, благодаря средствам из федерального бюджета. В здании располагается офтальмологическая поликлиника на 150 посещений в сутки и стационар. В символическую красную ленточку новой медицинской гордости региона перерезали губернатор Рязанской области Олег Ковалев и председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Специалисты-офтальмологи у нас великолепны. Они хорошо знают свое дело. И очень важно пульмологическое отделение, потому что очень много осложнений после простудных заболеваний, после гриппа как раз связаны с осложнениями на легкие. И, конечно, хорошие условия и высококвалифицированные специалисты помогут нам в борьбе с этими болезнями. Особенностью корпуса стала полностью электронная регистратура. Благодаря этому пациент из любого района Рязанской области может через своего лечащего врача записаться на консультацию к специалисту в удобное для него время. Если ему нужна амбулаторная карта для предъявления доктору по месту жительства, мы вполне ее можем распечатать и отдать ему на руку. На руки мы можем также на флешку скинуть эту амбулаторную карту, то есть как удобно пациенту. Также в корпусе расположен современный рентгенаппарат. Таких в стране всего четыре. И впервые он появился за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Подобное оборудование поможет увеличить объем высокотехнологичных услуг и улучшить качество лечения. Уже сегодня новый корпус встретит первых посетителей, которые на практике смогут оценить все достоинства современной медицины. К другим темам. Погода подносит сюрпризы сюрпризом. Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опускались и сегодня. В ночные часы в некоторых районах области до минус 20. Что преподнесет нам погода в конце недели, знает Наталья Новикова. Начало зимы в нашем регионе выдалось непривычно суровым и снежным. И вот, наконец-то, синоптики радуют и обещают, что в выходные все же удастся передохнуть от холода. Правда, завтра рязанцам еще придется померзнуть. 16 декабря мы будем находиться еще в гребне антициклона. Поэтому местами по области ожидается слабый снег. В Рязани также преимущественно без осадков. На дорогах гололедится ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью по области снова начнет опускаться до минус 15, минус 20 градусов. В Рязани минус 16, минус 18. Днем всего лишь минус 10, минус 15 градусов. И в Рязани минус 12, минус 14. А уже в субботу погода начнет меняться. Ожидается переменная облачность и пока еще небольшой снег. Ночью от 16 до 18 градусов мороза, а днем уже заметно теплее. Минус 4, минус 6. В воскресенье погоду будут определять атмосферные фронты североатлантического циклона. Осадков станет больше, а температура воздуха еще повысится. Ночью минус 5, минус 10. Днем уже ноль, минус 5. В уходящем году в Рязанской области появилась новая военная организация – Росгвардия. Создание новой структуры стало одной из самых обсуждаемых тем уходящего года. Процесс создания проходит в три этапа и завершится к концу 2017-го. Сегодня состоялась первая встреча руководства отдела с журналистами. Начальник региональной Росгвардии рассказал о первых итогах работы. К настоящему времени завершен первый этап формирования отдела Росгвардии по Рязанской области. В состав отдела вошли подразделения ОМОН, СОБР, вне ведомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Указанные подразделения в полном объеме приступили к выполнению возложенных на них задач и функций. В результате проведенной работы по переводу сотрудников и работников из МВД России удалось сохранить качественный и профессиональный состав подразделений, вошедших в территориальный отдел. Отмечу, что сотрудники отдела Росгвардии по Рязанской области проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. На сегодняшний день полностью готовы выполнять задачи, поставленные президентом Российской Федерации, директором Росгвардии Российской Федерации, командующим Центрального округа Росгвардии Российской Федерации. Одной из основных задач отдела является участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, которая выполняется качественно и в полном объеме. Служба дневностной охраны продолжает работу по охране имущества граждан и организаций на договорной основе. В настоящее время под охраной находятся 3417 объектов. С начала года не зафиксировано ни одной попытки краж сохраняемых объектов. Подразделения лицензионно-решительной работы осуществляют контроль за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью. Что касается подразделений ОМОН и СОБР, их сотрудники выполняют задачи по оперативному сопровождению, силовому прикрытию оперативно-розыскных и иных спецмероприятий, а также участие в охране общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных и массовых мероприятий. Эти подразделения постоянно находятся в состоянии боевой готовности к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств и к выполнению повседневных оперативно-служебных задач. За прошедший период 2016 года подразделения ОМОН и СОБР участвовали в проведении 270 спецопераций, в ходе которых было задержано 230 правонарушителей, найдено и обезврежено 9 взрывных устройств. С 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года начался второй этап формирования войск Национальной Гвардии. В это время подразделение будет нацелено на выполнение концепции развития Росгвардии, совершенство нормативно-правовой базы, оптимизация организационно-штатной структуры отдела. Третий завершающий этап начнется 1 сентября будущего года и продолжится до 31 января 2018 года, который поставит окончательную точку – встановление отдела. Минэнергостраны выступают за ужесточение ответственности за самовольное подключение к электросетям и бездоговорное употребление электроэнергии. Чиновники предлагают ввести более суровое наказание, вплоть до уголовного. В Рязани такие нарушения – не редкость. Сотрудники полиции выявили в одном из кафе незаконное подключение к электросети. Нарушителю пока грозит лишь штраф, правда, уже не маленький. В полицию неоднократно поступали жалобы на работу кафе, расположенного около кинотеатра «Дружба» на улице Дзержинского. Сотрудники полиции проверили это заведение и выявили ряд нарушений. В том числе полицейские совместно с представителями организации «Рязанские городские электрические сети» обнаружили в кафе незаконные подключения к электросети. На распределительном щите до прибора учета потребляемой электроэнергии были подключены светильники и электророзетки, установленные в бильярдной. Были подключены провода до учета электроэнергии. Раз. Свет в бильярдной был до учета подключен. И были подключены четыре розетки в бильярдной до учета. Также состояние соединений и монтажа в распределительном щите вызывали серьезные опасения за противопожарную безопасность. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 14.19 Кодекса об административных правонарушениях, по которой предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. В рамках рейдов полицейские проверили места массового проживания мигрантов, кафе и развлекательные заведения, в которых собираются иностранные граждане. В рейдовых мероприятиях принимали участие сотрудники уголовного розыска, подразделения по вопросам миграции, участковые и полномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также бойцы ОМОН, отдела Росгвардии по Рязанской области. Подразделение полиции железнодорожного и советского районов города Рязани было доставлено большое количество иностранных граждан. У всех доставленных проверили документы, также иностранных граждан доктилоскопировали и проверили по базам криминалистического учета. В железнодорожном районе было выявлено 8, а в советском 6 нарушителей миграционного законодательства. В отношении 13 из них принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Рейдовые мероприятия продолжаются. Новый год не за горами, и рязанцы замечают, как город преображается в преддверии любимого российского праздника. И не только внешне. Многие декабрьские мероприятия, в том числе и спортивные, приурочены к наступающему торжеству. Анна Герцовская сделает небольшой анонс того, где и когда рязанцы могут зарядиться новогодним настроением. Фейерверки, праздничные концерты – это то, что является непременным атрибутом Нового года. В этот раз салюты начнутся следующим образом. Ночью 1 января без 15 час на Московском шоссе около памятника Георгию Победоносцу. Без 10 час на улице Новоселов у кинотеатра «Октябрь». В час 45 салют украсит небо около Декаприокский. И, наконец, в 2 часа ночи прогремит на Площади Победы. До новогодней ночи и после нее рязанцев ожидает масса сюрпризов, чего стоит Дед Мороз, который будет путешествовать по городу и раздавать подарки с 19 по 23 декабря. За участие в игре «Найди Деда Мороза» рязанцы будут иметь возможность поздравить друг друга с наступающим праздником. Лучшие поздравления будут транслироваться на Площади Победы в новогоднюю ночь. Нужно будет, конечно, быть внимательным к соцсетям, к сайтам администрации управления культуры, сайтам учреждений культуры. Там каждый день будет появляться новое слово, новый девиз этого дня, который нужно будет произнести, когда ты встречаешь Деда Мороза. Дед Мороз будет появляться в разных районах города. Причем каждое утро мы будем сообщать, где можно встретить Деда Мороза. Уже прошла репетиция и парады Дедов Морозов. Пока еще не в нарядных костюмах. Эти люди выйдут на улицы города 17 декабря в 16.00. Присоединиться к ним может каждый желающий. Сам город тоже переживает преображение. На улице Почтовой появились снеговики-музыканты, светящиеся в вечернее время. Это одна из первых новогодних инсталляций, появившихся на улице Почтовой. И пусть зимой здесь не будет таких фестивальных вечеров, к которым привыкают рязанцы за лето, зато каждый горожанин сможет в свое удовольствие прогуляться по улице и сфотографироваться с различными новогодними экспонатами. Из-за зимних холодов действительно будет мало мероприятий на улицах. Но новогодние инсталляции появятся и на площади Театральной. Найдется место и для всеобщего веселья в ЦПКО. Еще один подарок, который получит город, будет установлена большая горка, где в течение всего зимнего периода дети могут покататься. То есть пришли родители, посмотрели новогоднюю программу, будет стоять красавица-горка, будут работать торговли, где можно купить горячий чай, пирожки. Елку в Рощинском парке, кстати, нарядят сами рязанцы. Изделия ручной работы можно сейчас приносить в арт-центр на улице Братиславской, дом 2. Постарайтесь, и ваши игрушки порадуют глаз всем рязанцам. Особое место, среди прочего, занимают спортивные мероприятия. 23-24-го под таким же названием «Рождественские звездочки» традиционное мероприятие по художественной гимнастике. Оно состоится в спортивном комплексе «Локомотив». Теперь это спортивная школа «Золотые купола». Новогодний кубок Рязани по автокроссу состоится 25 декабря на трассе Семена-Никольской. Начало всероссийских соревнований назначено на 10 утра. Пройдут турниры по шахматам, шашкам, лыжные гонки. 17 декабря пройдет турнир по мини-футболу. В течение каникул мы приготовили для детей, которые никуда не выезжают за пределы города, традиционные спартакиады дворовых команд. В течение новогодних своих каникул они будут состязаться по мини-футболу, по хоккею, по выбору. Еще у них есть ряд спорта. И 7-8 января на стадионе «Химик» у нас состоится финальное соревнование. Будут подведены и спортивные итоги года. Определится десятка лучших спортсменов, тренеров. 20 декабря в 15 часов дня во Дворце детского творчества. Это только часть того, что ждет рязанцев. Словом, следите за событиями и хороших вам праздников. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Хорошего вам настроения и до встречи на городе. Редактор субтитров А.Семкин